Давайте, так, я вот что хотел вам сначала показать, мне просто попался, точнее, ну, я начал читать в какой-то момент такую вот безумно длинную статью, это на самом деле конспект какой-то лекции, которую вот какой-то там Рикардо Мори составил, но сама эта лекция была в 97-м году, и это чуваки, вот эти Ларри Теслер и Криса Спиноза, которые работали в Apple 80-е, вот тогда в 97-м рассказывали, как у них там в начале 80-х вообще шла работа, как они вообще основы Apple-овского интерфейса заложили, то есть это вот, видите, конспект 2019 года, то есть это вот старая-старая-старая штука, но она настолько интересная на мой вкус, и она очень длинная, то есть я ее читал в несколько приемов, давайте, скину вам ссылку, но я вам из нее хотел показать штуку, которая на меня произвела впечатление в связи со значимостью текста в интерфейсе, тут вот приводится, ну, там у них куча всякого, всяких тестирований, вообще чего угодно, то есть у них все время там какие-то гипотезы, какие-то виды интерфейса, они пробовали, смотрели, что люди понимают, что не понимают, это вот, ну, когда еще никто не знал, как надо, фактически не было никаких уже сложившихся традиций, нужно было просто все придумывать с нуля, и какие-то вещи людям казалось, что вот так понятно или удобно, они начинали это внедрять, оказывалось, что пользователи вообще не врубаются, что это, в общем, тут много всего про это, и вот один из примеров, как раз вот исследование такого, связанного с текстом, производит впечатление, вот насколько внимательно нужно к тексту относиться, как иногда люди могут тупить на ровном месте с точки зрения тебя, дизайнера, а на самом деле они не тупят, и всему есть объяснение. Короче, они показывали какую-то, значит, программу или что-то, у которой ее поведение зависело от того, на цветном экране ее смотрят или на черно-белом, и поэтому первое, что эта программа спрашивала, когда ее запускали, это вот такая была попытка спросить. Видите, are you using a color TV on the Apple? То есть используете ли вы цветной телевизор, а это еще время, когда к компьютеру подключали телевизор в качестве монитора. И вот спрашивают человека, используете ли вы цветной телевизор, и, значит, работает ли вообще такой вопрос. Ну, вроде понятный вопрос, легко ответить, цветной у тебя телевизор или черно-белый, но уже тут чуваки ожидали, что будет проблема, а именно что они ожидали, что человек может не всегда знать на самом деле, цветной у него телевизор или не цветной, потому что если это его телевизор, он знает, но если он использует эту программу где-то тут вот в классе, в школе или там в магазине компьютерном где-то, он решил попробовать эту программу, она спрашивает, он может не знать. Ну, типа, первый раз видит... Будучи не включенным, да, то есть получается телевизор не включенный, он поэтому пользователь не знает. Нет, почему? Вот он включен, к нему подключен компьютер, и при запуске программы эта программа на экране этого телевизора спрашивает, типа, это цветной у тебя телевизор или нет. Ну, программа же не знает, через что она себя вещает. И она спрашивает, потому что от этого зависит, что дальше она будет показывать. Что, непонятно? Кстати, любопытно, а зачем выключать свет было? Что? Зачем было выключать свет? Почему выключать? А кто выключал? Or the color turned off. Или я неправильно понимаю? Нет, тут ожидаемая проблема, что люди, у которых... Сейчас. Что люди не будут понимать, это у них телевизор черно-белый или это просто цвета нет в самом этом вопросе. А, все, понятно. На цветной телевизор же ты можешь белым вывести, просто белым по черному вопрос, у вас цветной телевизор или нет. А, все, понял. И человек, если это не его телевизор, про который он знает, он может не понимать, я хрен знаю. Ну, то есть сейчас я цветов не вижу, но может он цветной. То есть непонятно, как ответить. Это проблема, которую они ожидали. Соответственно, они стали думать, как бы нам ее решить. Первая попытка. Выводим цветную картинку на экран и вопрос задаем так. Картинка над этим текстом цветная? Ну, вроде невозможно ошибиться. 25% человек отвечают на этот вопрос неправильно. Почему? Ну, то есть кажется, что они тупые, что ли? Ну, перед тобой цветная картинка. Что, так сложно ответить, цветная она или нет? Четверть людей отвечает неправильно. Оказывается, вот, ну, тут все как раз объяснено. То есть какие-то люди думали, что... Сейчас. Значит, те, кто видел черно-белую картинку, они думали, что, ну, возможно, у них там просто, типа, насыщенность там выкручена в минус или что-то. Да, 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 на старых телевизорах был, скажем, ну, как бы, как это назвать, эквалайзер, который вот убирал цветной либо нецветной. То есть вот можно было как раз-таки регулировать этот момент. Ну, вопрос только, зачем оно надо? Ну, то есть люди вот сомневались из-за этого. А еще часть людей, видите, написано, они оборачивались и спрашивали у самого там автора этого исследования, цветной экран или нет. То есть люди-то по-прежнему не знают, экран цветной или нет. И поэтому, если они видят черно-белую картинку, они не знают, как правильно ответить. Может быть, она цветная, но просто у них экран черно-белый, и поэтому они не видят, что она цветная. Они не могут правильно ответить. Короче, вот четверть людей на этом вопросе затупили. Думаем дальше, как переформулировать. Следующая версия. Они выводят на экран слова прям зеленый, голубой, оранжевый, фиолетовый. Сами слова. Причем сами эти слова написаны цветом этих слов. И под этим текст. Слова сверху цветные. Казалось бы, ну уже все, невозможно перепутать. Чуваки с цветными телевизорами безошибочно отвечают, что они цветные, все правильно. Чуваки с черно-белыми мониторами отвечают тоже правильно, что не цветные, и это правильный ответ. Нет, но существуют зеленые мониторы. Помните такое было? Застал кто-нибудь из вас? Были мониторы как бы монохромные, но они были не черно-белые, а черно-зеленые. Обычно во всяких фильмах про хакеров их очень любили показывать, когда у тебя все зеленое. Это считалось самым... Командной строки. Что? Ну, с командной строкой как бы монитор. Да, почему-то такие мониторы были распространены. То есть у нас дома такой был реально в моем детстве монитор зеленый. Соответственно, люди, у которых зеленые мониторы, отвечали неправильно все. То есть с точки зрения программы это монохромный монитор, на нем нельзя цветные картинки выводить. Но люди отвечали, что да, типа слова цветные, они же все зеленые, это цвет. Значит, правильно. А ответ неправильный. Думаю дальше, как переформулировать. Следующая версия вопроса. Написаны ли слова сверху более чем одним цветом? Чувствуете, что люди пытаются подобрать формулировку, чтобы закрыть все эти дыры в ней. При этом она становится длиннее. И что мы видим? Казалось бы, ну тут уже все, невозможно. Хрен. Чуваки с цветными телевизорами отвечают правильно. Чуваки с черно-белыми телевизорами вдруг, которые до этого отвечали правильно, 16% людей начинают отвечать неправильно. Ну тут дальше не пишут. Оказывается, эти чуваки с черно-белыми как раз признали, что они специально ответили неправильно. Видимо, им показалось, что это слишком странный какой-то вопрос. Они решили поэкспериментировать. Ну ладно. Но вот те люди, которые с зелеными мониторами, 50% ответили неправильно, потому что они как рассуждали? Ну типа больше, чем один цвет? Ну да, есть черный, есть зеленый. Это же два. Значит, больше, чем один цвет. И они отвечали типа да, больше. А на самом деле имелось в виду, что только один зеленый. Идем дальше. Следующая формулировка. Слова сверху написаны несколькими разными цветами. То есть было больше, чем один цвет, а тут типа несколькими разными. Ну там же было четыре цвета, помните? То есть как будто бы такая еще более сильная формулировка. Ну с цветными все хорошо, но 20% текста с черно-белыми отвечают неправильно, и с зелеными экранами тоже 23% неправильно. И тут вообще ошибка совсем другого уровня оказалась. Она связана с английским языком. Вот тут, видите, написано other words above in several different colors. А люди бегло читали вопрос, он же уже очень длинный получился. И они читали просто other words above several different colors. То есть слова, которые сверху, являются ли они несколькими цветами? Не написаны ли они цветами, а являются ли они цветами? То есть они слово in пропускали. Ну и люди видят, там написано green, blue, magenta. Это несколько цветов же, даже если они написаны зеленым. Да. И они отвечали да. Наконец. Вот предложение Илья пропустил очень классное, где reason чуть выше. Что к этому моменту. Да. Ну я тут, вы потом можете почитать. Тут много смешного всякого во всей этой истории. Но это реально тут можно на выходные залипнуть. Видите, она там длиннющая. Короче, финальная формулировка вот такая. Do the words above appear in several different colors? Ну типа, что слова выше отображаются несколькими разными цветами. Количество ошибок – ноль. Вот так вот люди долго-долго формулировку точили, пока не доточили до того, что наконец-то люди стали правильно отвечать на вопрос.